Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Не хочу ни с кем дружить, со мной что-то не так. Нормально лечиться сын без подруг. В детстве и школьные годы у меня были близкие подруги, которые были необходимы для меня именно в то время. Дороги жизни нас развели. Средств, которые я сейчас зарабатываю, не хватает, чтобы ходить в кафе, кино и т.д. Эм, просто так ходить по улице и болтать ни о чём, желаний никакого нет. Мне совершенно не интересны другие люди и не хочется забивать чужими проблемами голову, что является неотъемлемой частью дружбы. Мою бабочку радную очень тревожит вопрос того, что у меня нет подруг, а также моего мужчину. Бабочка была очень общительна, да и сейчас имеет много подруг. Мне общение это меняет форму, фильмы, книги и ютуб. Мне стоит менять, что могут принести подруги в жизнь. Ну, я могу сказать, что если вопрос ставить так, вот именно так, как вы его ставите, да, что принесут подруги в вашу жизнь, то, ну, наверное, не стоит. Наверное, не стоит. Искать подруг, да, и, ну, чего-то ждать, чего-то ждать от них. Вот, потому что при таком подходе вряд ли вы сможете воспринимать, ну, человека, да, скажем так, ну, непосредственно. Вот, скорее всего, вы будете, ну, условно говоря, там, чего-то от него ждать, да. А вот, чего-то от него ждать вы будете, ну, соответственно, как результат, да, вы будете, там, грубо говоря, разочаровываться. Вот, вы будете разочаровываться, ну, просто потому что человек не сможет вам дать, не сможет вам предоставить, вот, то, что вы хотите. Ну, что, в принципе, является нормальным, потому что, а, в какой-то степени вы правы, когда говорите о том, что нужно выслушивать чужие проблемы и так далее. Вот, ну, в рамках, а, и в контексте, допустим, того, что, вот, как вы говорите, там, дружба, да, без, вот, то этого невозможно, невозможно, вот. Вот, ну, спорить с вами не буду, вот, а спорить, вот, ваше позицию не буду, вот, могу сказать только то, что, если вы подходите, если вы подходите к, ну, вот, к дружбе, таким образом, что друзья должны вам что-то принести, то, ну, наверное, действительно не стоит, действительно не стоит, в таком случае стремиться к друзьям. Вот, но, в случае интернета общения, интернет взаимодействия, да, может, ну, просто, к примеру, надоедаться, да, может просто, к примеру, не удовлетворять все базовые потребности. На мой взгляд, вас пугает то, что, вот, придется что-то выслушивать, да, на мой взгляд, вас пугает то, что придется сбивать голову с чужими проблемами. Ну, а вот, на мой взгляд, на мой взгляд, хоть это и является какой-то такой вот, ну, может быть, важной частью, да, дружбы, но, смотрите, делается это исключительно по желанию. То есть, на мой взгляд, нет такого в обязательном порядке, чтобы это было, ну, необходимостью. Вот такого нет. То есть, было бы, наверное, несправедливо полагать, что в любой дружбе присутствует вот это. Да, действительно, действительно, это может быть, это правда, ну, это может быть, может быть, такая история, верно. Но, ну, совсем не обязательно, совсем не обязательно. Совсем не обязательно. Поэтому, если вам не хочется, вот, я подчеркну, если вам не хочется, то делать этого не нужно. Если вы этого не хотите, то делать это не надо. Ваша, наверное, задача найти такого человека, с которым вам будет комфортно. В первую очередь. Такой человек, с таким, точнее, с таким человеком, с таким человеком, вы, на мой взгляд, не будете чувствовать необходимость, да, ну, кого-то из себя строить. Вы не будете чувствовать, ну, необходимости, желания, значит, себя, ну, себя переселивать. Как-то. Вот. Поэтому, вполне может быть, может быть, что ваше представление, именно ваше представление о дружбе не совсем корректно. Вот. из-за такого вот, несколько негативного, может быть, опыта, когда у вас в дружбе, вот, было, допустим, столько это, да, столько вот то, что вы описываете, условно говоря, о своем тексте, то в таком случае, конечно, ну, довольно тяжело, довольно тяжело действительно на что-то рассчитывать, действительно тяжело на что-то, ну, тяжело воспринимать. Вот. Поэтому, поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно просто определиться в этом смысле, с тем, чего вы хотите. Ну, то есть, вот, ну, сначала просто определить своими интересами, хотя бы, просто. Вот. И дальше уже можно будет о чем-то говорить, дальше уже можно будет как-то вас направлять. Другой вопрос, что вы пишите, что у вас нет средств, да, на какие-то свои интересы, на кафе, и так далее. Вот. Ну, это, на мой взгляд, тоже далеко не вся картинка. Вот. Потому что, можно, в принципе, продвигать, продвигать свои интересы, да, совсем не обязательно при этом складывать деньгами и так далее. То есть, это, опять же, по желанию, но не обязательно, ну, вы не обязательно этого делать. Вот. Поэтому, я думаю, что здесь очень важным моментом, на мой взгляд, является то, в этом смысле, ну, в этом, в этом смысле, чтобы вы сами смогли определиться со своими интересами, чтобы вы сами смогли увидеть, что же вы хотите. и, как-то более полно, может быть, представить свои интересы. Именно их представить. Вот. Ну, без, допустим, привязки, да, без привязки к обязательным, там, денежным, денежным вложениям, да, и так далее. Вот. И я думаю, что это то, что вам, ну, вполне полосил, на мой взгляд. Вот. Так вы сможете себя, в принципе, как-то, ну, уберечь, что ли, от, условно говоря, вот, такого негатива, негатива, да, который вот у вас есть сейчас, вот, то есть, ну, от негатива, который вы сейчас имеете. С другой стороны, с другой стороны, делать что-то только потому, только потому, только потому, что этого хочет, там, грубо говоря, ваша, ну, бабушка, например, или ваш молодой человек, например, ну, тоже довольно странно, на мой взгляд. Это делать, ам, тоже не лучшее решение, как мне кажется. Вот. Поэтому, просто, если вам хочется, допустим, получить для себя, например, какие-то новые, новые интересы, да, если вам это, вот, ну, если вам это интересно, если вам это не, если вы заинтересованы в том, чтобы как-то вот расширить сферу своего взаимодействия, вот, там, ну, вообще, с, ну, с миром, допустим, вот. А, если у вас есть такое желание, если у вас есть, такая возможность у вас есть, потенциал, если вы его в себе чувствуете, этот потенциал, то попробовать можно. Попробовать можно. Ни в коем случае не с, с целью обязательно, да, завести друзей. А просто с целью познакомиться с новыми людьми и посмотреть, вот, вообще, что вы будете, ну, чувствовать по отношению к каждому из них и как вы будете реагировать на каждого из них и с чего вам будет хотеться с каждым из них. Ведь может быть, в принципе, по-разному и, на мой взгляд, даже весна неожиданно в некоторых случаях. Вот. Поэтому я бы не, не строил бы заранее каких-то планов, не строил бы заранее каких-то версий того, как, ну, как будут развиваться события. потому что все равно вас это может удивить. И удивить вас это может достаточно сильно, как мне, как мне кажется. Вот. Такая история. Если вы испытываете стыд, а мне показалось, что вы испытываете стыд, стыд, в том смысле, что у вас там нет денег, да, для реализации какого-то времяпривождения, то это досуг. Это досуг. Это досуг, досуг. Это не интерес. Понимаете? То есть, вот это тоже такой довольно важный момент. То есть, конечно, это может быть, может быть, интересно, да, но что вам, что досуг это не интересно. Это разная вещь. Если вы чувствуете стыд, снимать, работать, я думаю, что чувства всегда у вас будет меньше. Вот. Будете как-то чувствовать себя посвободнее. если вы боитесь, например, что не сможете отказать человеку, да, что и с этим можно вам помочь, будет поработать с личными границами вашим. Вот. И ситуацию подкорректировать тоже. Поэтому выбирайте. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.